Я вам собираюсь сказать про задачу, но потом я напомнился сам. Я вообще не профессиональный математик, у меня образование математическое, я собачил декларм в Новосибирском университете, а потом работал в школе учитель математики в другое время. И вот однажды меня с детьми отправили на коммунистический сутник. Не знаю, слышали вы такое слово или не слышали, это такой коммунистический сутник. Вот, здорово, здорово. Я очень рад, что наступило такое время, когда вы не знаете, что это такое. А это, значит, один раз в месяц или квартал полагалось всех выстрелить, провести какие-нибудь работы. Либо чистить школу, отмывать стены, либо там, значит, таскать какие-нибудь камни для того, чтобы не вести порядок. Ну, то есть такой достаточно тяжелый, примудительный труд, потому что, казалось бы, дело должно было быть добровольно, но оно, на самом деле, было примудительным. То есть приказывали, и все шли. И вот нас однажды отправили расчищать от бетонных обломков в ближайших школе лес. Там была большая стройка, там наломали чего-то, бросили, ничего не выбрали, как это обычно бывает, и оставили эти камни. И мы стали их перекатывать. Еще, значит, как при этом была весна. То есть все было очень мокро, ну, как сейчас. На глинистой земле, когда катаешь камень по глинистой земле, он оставляет следы. Вот такой ребристый камень, представляете, а вы его так ворочали, где вот с грани на грани, катите, 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 за ним остаются следы. Следы такие достаточно четкие. То есть каждая грань оставляет свой след. Если грань квадратная, получится квадрат. Если грань треугольная, то получится треугольным на земле. Вот. Я вспомнил древнегреческий миф о Сизифе. Слышали слово Сизиф? Да, знаете, да? Это человек, которого Богин за какую-то проверность, уже не помню, за какую, заставили вкатывать в гору камень. И в последний момент тот камень срывался и катился вниз. Сизифа приходилось делать всю работу заново. Но я пытался себе представить, что будет, если я затащу большой угломок на холм и спущу его оттуда. Какие при этом следы останутся на мокрой глине. Стал себе представлять. Ну, понятно, что если я скину куб, который будет катиться через грани, у меня получится такая последовательность квадратов, отпечатанная на земле. Если я, допустим, спущу тетрадер, у меня будет какая-то последовательность треугольников. Зависит из того, как он будет кататься. Но на граниках существует бесконечное множество. Вот каким образом, зная параметры многогранника, то есть зная все его длины, всех его ребер, зная все его углы, то есть углы всех его граней, посмотреть или вычислить, что за сеть получится при его всевозможном перекатывании. То есть представьте себе, что я ставлю многогранник на какую-то грань, и начинаю его перекатывать через рюк. С этим все очень просто. Раз прямоугольник отпечатался, два прямоугольника, три прямоугольника и так далее. Так, прямоугольник, прямоугольник, прямоугольник. То есть получается просто сетка из прямоугольника. Ну вот, допустим, скажем, мы возьмем многогранник равный футбольному мячу. Кстати, все видят футбольный мяч, да? Интересный вопрос. Из чего он состоит? То есть какие там на нем фигуры нарисованы? Пяти-шести. Какие? Шестиугольники. Шестиугольники. Шестиугольники и еще что? И пятиугольники. И пятиугольники. Так, а теперь вопрос. А сколько каких? Сколько пятиугольников и сколько шестиугольников? Приходил кого-нибудь в голову этот вопрос? Все же бросали мяч, даже пинали его, я так полагаю, и даже стекла, наверное, им разбивали. А сказать, сколько там пятиугольников, сколько там шестиугольников можете? Ну, понятно, нет, вопрос. Это один из вопросов, который относится к многогранникам. 12 пятиугольных граней и 20 шестиугольных. Так, каждая пятиугольная грань окружена шестиугольными. Вот что получится, если катать такой мяч, отпечатывая каждую его грань на плоскости? Если вы будете его катать, вы увидите, что получается какая-то мешанина линий, в которой достаточно трудно разобраться. Там будут наслаиваться пятиугольники, шестиугольники и так далее, и Бог знает что. Есть ли там какой-то порядок в этой сети или нет этого порядка? Вот я, значит, задался этим вопросом, попытался его решить самостоятельно. Ничего не получалось на первых порах. Тогда я пошел в библиотеку, стал рыться. Может, кто-то до меня решил эту задачу, а я просто зря трачу силы. Ничего не получил, то есть не нашел. Вот тогда я стал обзывать знакомых математикам, которые занимались геометрией. В том числе очень знаменитых, у меня их было достаточно много, потому что я преподавал в школе. Они были родители моих детей, которых я учил. Что получится, если многогранник перекатывает по плоскости, какая это будет сеть? Вот тогда я понял, что мне ничего не остается, как решить ее самому эту задачу. Вот и я ее через некоторое время решил. Я вам просто хочу рассказать это решение, потому что представьте себе, что у нас имеется выпуклый многогранник, который стоит на какой-то своей грани. Я не рассматриваю понятие физического состояния. Может быть, он стоять не будет и упадет. Мы считаем, что мы его подставили, как бы даже приклеили. Все его ребра смазаны какой-то краской. И тогда, если я буду его перекатывать через ребра, у меня каждый раз будут оставаться следы. Вот представьте себе, что я с какой-то грани как-то его покатал и вернул на ту же самую грань, на которой он стоял раньше. Понятно, да, операция, которую я проделал? Вот. А теперь, значит, обратим внимание на следующую вещь. Что вот, я стою на этой грани, вокруг меня расстилается огромная пустая плоскость, на которой ничего нет. Я начинаю, значит, так шагать и перекатывать от многограни, как Сизиф это делал. Отпечатываются сети. Значит, дальше я поставил его вот сюда и проделал, таким образом, бесконечное количество перекатываний. То есть, все возможные перекатывания на всей бесконечной плоскости я таким образом проделал. Теперь начинаю такой вопрос. Сначала я стоял, и передо мной была чистая голая плоскость. Вот тут я стоял, допустим, на пятиугольной грани. Потом я его перекатил, этот многограни, поставил его на ту же самую грани, встал под каким-то углом, он же мог при этом как-то повернуться на многограни, да, и смотрю, опять же, передо мной та же самая пустая плоскость. Могу я определить, где я при этом стою? То есть, вокруг меня ровно та же самая картина, которая была там, верно? То есть, вот я тут стоял, представляете себе, такой большой многогранник, да, при которого я стою. Вот я осматриваюсь, вижу следы вокруг, огромное количество следов. Так, потом я его перекатил, опять-таки встал сюда, опять смотрю, ровно та же самая картина. Так получается. Вот, потому что из любого положения мы его катали бесконечное количество раз. Что это означает с точки зрения математики? Вернее, геометрия, ну, без разницы. Это означает, что сеть симметрична. То есть, что ее можно, вот если я возьму всю эту сеть, так, вот этот отпечаток грани, и возьму другой отпечаток грани, и перенесу вот эту сеть, как бы сдвину ее саму на себя, так, чтобы у меня первый отпечаток совпал со вторым, у меня сеть наложится сама на себя. Вот эта мысль понятна? Значит, более того, где достаточно взять один отпечаток ребра, так, потом перекатить многогранник, так, получить еще один отпечаток этого же самого ребра, может быть повернутый, так, то тогда, если я, как бы, возьму этот отрезок, так, перетащу, наложу на этот, то у меня сеть, опять-таки, наложится сама на себя. Это означает, что любой параллельный перенос, накладывающий один отпечаток на другой отпечаток, совмещает сеть самой собой. Вот. И это свойство можно будет использовать, потому что как вообще строить асимметричные фигуры? Строится, допустим, их половинка, а все остальное мы можем получить с помощью симметрии. Например, допустим, вот я, у человека осевая симметрия, ну так, грубо говоря, две половинки одинаковые. Значит, можно построить одну половинку, чтобы получить другую, и наоборот. Если у фигуры другая асимметрия, например, центральная асимметрия, знаете, что это такое? А, то тогда с помощью центральной асимметрии фигура может самосовмещаться. Например, допустим, параллелограмм, он будет симметричен относительно какой точке? Перещение диагонали. Да, перещение диагонали, совершенно верно. Есть еще асимметрия. Когда вы поворачиваете фигуру на некоторый угол, она совмещается с самой собой. Например, допустим, квадрат имеет поворотную симметрию. Если вы поверете квадрат относительно его центра на 90 градусов, у вас получится, он у вас наложен сам на себя. То есть эта сеть перекатывания, получается, имеет массу симметрии. И с помощью этих симметрий можно ее построить. А сейчас мы сделаем первый шаг. И посмотрим, на какой угол может повернуться многогранник при его перекатывании. То есть, когда я его перекатываю с одной грани...